Добрый вечер, дорогие друзья! Я рассказывала уже о первых днях нашего круиза, о том, какая замечательная Мировилья, и совсем ничего не сказала о питании. А для туристов это немаловажно. Итак, сегодня о питании. Вообще, у круизных лайнеров есть норма по загрузке продуктов питания на борт. И, конечно, у всех она разная в зависимости от размеров лайнера, от количества туристов, но, тем не менее, грузится на борт лайнера где-то от 3 до 5 тысяч наименований продуктов. На лайнерах работает огромная армия поваров, помощников поваров, официантов, барменов. И, конечно, сервис для питания налажен очень хорошо. Поэтому начнем с ресторанов и баров. Итак, на каждом лайнере много ресторанов и много баров. Бары и рестораны различные. Там китайский, японский, итальянский, бары, караоке, танцевальные и так далее, и так далее, и так далее. Я уже говорила, что на лайнере можно расплачиваться кредитной карточкой своей, покупая напитки, закуски, покупая там первое, второе, третье в разных ресторанах. Но туристов прежде всего интересует не такая система оплаты, а туристов интересует, как же их кормят на лайнере, когда питание они забронировали вместе с туром, с круизным. Как бы два вида ресторанов для нас, для тех, которые купили питание. Первый вид ресторанов – это рестораны, где обслуживает тебя официант. Мы можем питаться там три раза в день – завтрак, обед и ужин. Очень приятно, когда приходишь на завтрак, официант в белоснежном кителе предлагает тебе сразу кофе, второй официант подходит с другой стороны и предлагает только что из печки булочки с различной начинкой, разные-разные, какие ты хочешь. Также можно обедать по меню, как и завтракать, ну и, конечно, ужинать. На ужин практически весь лайнер входит в рестораны, где обслуживает официант. Всегда, кстати, мы русские, да, меряем, хорошо ли кормят, тем есть ли икра и есть ли семга. Так вот, семга есть всегда на закуску и в завтрак, и в обед, и в ужин. Если говорить о ресторанах другого вида, это рестораны «Шведский стол». У нас на Мировилье такой ресторан, «Шведский стол» назывался «Буфет». Так вот, этот буфет расположен был на 15-й палубе с огромными панорамными окнами, очень красивый вид из которых открывался либо на берегу, на берег, либо морские пейзажи, чайки за окном. Очень красиво там посидеть, особенно в солнечный день. Так вот, наш ресторан, он был в виде буквы «П». И когда входишь в главный вход в этот ресторан, перед тобой стеклянная стена. И за этой стеной работает господин Марко Мереско. Этот господин делает сыр моцареллу. А мы можем все наблюдать, как же появляется на свет моцарелла. Потом готовую моцареллу кладут на поднос и относят в зал, где ты можешь тут же ее взять и положить себе на тарелочку. Так вот, эти рестораны со шведским столом действительно отличные рестораны. Там большой очень ассортимент блюд. Особенно, например, на завтрак нам нравились различные йогурты без сахара с разными добавками. Ну, без сахара редко йогурты встречаются в отелях. Затем всегда есть различные закуски, сыры, мясо, колбасы. Всегда есть каша или суп. Всегда есть мясо, рыба на обед и на ужин. В общем, выбор очень-очень большой. Обычно спрашивают, какие фрукты в море? Ну, яблоки, груши, киви, апельсины, мандарины не очень пользовались спросом. А вот дыни двух сортов, ананасы и арбузы, конечно, очень были популярны. Люди ели их с удовольствием. Многие очень, допустим, из ресторана, который обслуживается официантом, через какое-то время поднимаются в ресторан-буфет. Ну, например, чтобы после танцевального вечера выпить чашечку чая. Ну, к чаю, естественно, берешь какой-то десертик, возьмешь фрукты и обязательно кто-нибудь несет и говорит, вот, вот только из печки пицца. Ну, невозможно мимо пройти пиццы, несмотря на поздний час, несмотря на то, что практически ночь. Так не бывает, не было у нас на Мировиле, чтобы ты подошел, нет пиццы. Или пицца лежит на столе уже холодная. Вот в какое бы время ты ни подошел, тут же при тебе достают из печки пиццу, и она такая ароматная, такая свежая, невозможно мимо пройти, поэтому можно пиццу съесть и ночью. Особенно она у молодых людей пользуется спросом, которые танцуют всю ночь. Конечно, очень изысканные блюда готовятся в ресторанах. Ну, например, цветок из спека и киви на ананасовом карпатчо. Тыквенные ньоки поверх фондю из горгонзолы и семена мака. Сливочный ризотто с белыми грибами и эмульсией из ароматных трав. Королевские креветки на гриле поверх супа из моллюсков с ароматом шнет лука. Супы с медиями гаспатчо. Кстати, о гаспатчо. Да, о гаспатчо мы все слово это знаем, слышали, но кто не был в Испании, то гаспатчо представляет из себя подобие нашей аджики, которую мы готовим дома осенью из помидор, болгарского перца, чеснока и так далее. Вот такой холодный томатный суп. Это и есть гаспатчо. И всегда в меню, правда, у нас на Мировилье она была небольшого по размеру, но очень вкусная. Это сырная тарелка. Ну, например, однажды такая была сырная тарелка грана падана, горгонзола, камамбер со свежими фруктами и желе из мускатного вина в тарталетках из песочного теста. Замечательно к любому вину. Я уже говорила, что на лайнерах можно расплачиваться только кредитной картой. Но можно напитки купить также при бронировании круизного тура. Цена их опубликована на сайте. И в турагентстве вам всегда предложат взять такой-то или такой-то пакет. Например, значит, цена пакета на 4 бутылки вина и 7 бутылок воды 69 евро. На 7 бутылок вина и 7 бутылок воды 119 евро. Можно купить пакет кофе на 15 чашек, который стоит 26 евро. Можно купить 14 бутылок воды, пакет стоит 27 евро. Что значит купить пакет? Вы при бронировании тура заказываете вот какой-то определенный пакет. И когда вы прибываете в первый день на лайнер, вам дают маленькую книжечку с талончиками. Кофейный, винный пакет, для воды пакет и так далее. И вы расплачиваетесь, подаете официанту свою карту и подаете вот этот маленький талончик. и официант вам приносит бутылку вина, бутылку воды или чашку кофе. Если вы бутылку воды, вернее не воды, а бутылку вина не выпили за вечер, то официант аккуратно запечатывает, горлышко бутылочки привешивает ваш номерок и оставляет до следующего вечера. Когда вы снова придете в ресторан, он спрашивает вам принести вино, да, пожалуйста, и вы пьете снова из своей бутылки вино. Вообще питание, конечно, очень-очень вкусное, все приготовлено очень вкусно и изысканно, особенно в ресторане, где обслуживает официант. Голодными вы не останетесь никогда, потому что есть можно на лайнерах 24 часа в сутки. Это здорово! Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте колокольчик. До новых встреч! Всех люблю! До новых встреч! До новых